Так. Мишенька, привет, дорогой и родной. Как дела у тебя, как настроение, как погода у тебя там? В Санкт-Петербурге погода отличная. Так. А у нас дождь был. Наташа мне помогает технически. Наташа там в Беларуси. Дождь был или солнышко? Дождливо. Дождливо, говорит. Ну, ладно. Миша, я хотел тебя спросить. Ты мастер ТРИС. И Виссарион у нас мастер ТРИС. Мастеров много. У Альчулера было около сотни. Когда Альчулер был в жизни. У меня 62 номер по алфавиту. Ну, в Букаша она далеко. Альчулер. Книжка Альчулера, когда он еще был фантастом. Он фантастом был всю жизнь. Ну да, я понимаю. Но при этом он придумал теорию разработки изобретательских задач. Он разработал регистр фантастических идей около 2000 страниц, которые не издал. Отлично. Поэтому я надеюсь, что вы мастер ТРИС. И я. Я тоже изобретатель. У меня много там всяких изобретений. Я первое открытие сделал в 1975 году. Которое не зарегистрировано, естественно. Потому что время такое было, что патенты и прочее сложное было. Но потом я делал два патента. Уже их срок давности вышел. Но приоритеты сохранились. Приоритеты всегда сохраняются. Я к чему тебе говорю? Что собирается круг изобретателей. Для того, чтобы мы изобрели выход из нашей сегодняшней, казалось бы, безвыходной ситуации. Потому что нас всех расчленяют, как людей. Атоминизируют, как клеточки на части. Казалось бы, интернет – это такое изобретение веков наших современных, которое позволяет всем общаться между собой. На самом деле платформы все захвачены и дают порциями информацию. Но это большая помойка. Китают нужным. Большая помойка. Да, да, да. Поэтому я рассчитываю, я знаю, что это тоже своего рода интеллектуальная инновация, изобретение. Собрать друзей, мастеров ТРИС и сделать выход из этого, казалось бы, безвыходного положения изобрести. И пока мы будем это делать, будем устраивать мозговые штурмы, будут подключаться люди, и мы вместе… Это будет такой некий интеллектуальный интеллектуальный генератор выхода. Потому что расчет такого уровня задачи, масштабные задачи глобальные для человечества и человека можно только сообщать. Ты согласен со мной? Я согласен. Ты мне напоминаешь некоторых наших руководителей разного уровня. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, они тоже с горостью говорят, что мы применили мозговой штурм, мозговую атаку в решении такой-то проблемы. Ну, наверное, их мозговой штурм отличается от того, что мы собираемся сделать. Дело в том, что в нашем мозговом штурме каждый будет владеть методом ключа, уметь быстро снимать ненномышечные зажимы, выходить на сверхзадачу, забывать о себе в это время, потому что мы коллективно будем решать общую задачу, а не заниматься самоутверждением каждого. Вот это будет важно, потому что, например, Эриксон, на основе которого создали НЛП, он говорил, я слышал, что есть взрослые люди, но никогда не встречал. То есть мне кажется тоже так же, что мы, я тоже, если меня спросить, что ты думаешь о людях, я скажу, что люди в основном все дети, все дети, они еще не повзрослели. Они конкурируют ради выживания, доказывают свое «я», а нам надо выйти вот этим мозговым штурмом, чтобы мы проявили истинное творчество, созидание, чтобы спасти не только себя и свою семью, но и человечество. Это и есть критерий нормального человека. Я теперь замолкаю и слушаю тебя. Я хочу несколько слов сказать по поводу мозгового штурма. Мозговой штурм – один из методов активизации решателя, чтобы был более интенсивный результат, получить максимальный результат. Один из методов, причем он направлен на решателя. Создать благоприятные условия, чтобы решатель больше генерировал, интенсивно генерировал задачи. Авторы этого метода, вообще-то, авторы метода – это наши древние предки, не только наши древние предки. И дети в свое время курили трубку мира при решении задачи. Вот нам при решении нашей проблемы, которую ты выдвигаешь, найти трубку мира. У меня есть. У тебя есть трубка мира. Никаких проблем. Раньше я курил трубку. Там кое-что добавляли туда, для того, чтобы у них лучше работало воображение и соображение. А мы используем включение эндорфинов, там, кортизолов и прочих. У тебя немножко для моего мозгового штурма, кстати, есть оружие, соответствующее. Я имею в виду инструментарий, тот же самый ключ. Так вот, вернемся, значит, где-то в 60-е годы. Это запатентовано. Автором является Асборн США. Вот суть метода, методология самопроведения метода. Значит, группа… Это мозговых штурмов, да? Мозговых штурмов. Да, технология. Технология разделяется на две команды. Одна команда генераторов идеи, другая команда экспертов, которые будут оценивать. Ну, есть еще руководитель, который дирижирует этим процессором. Я им поскольку, ну, включает или одних, или других. Так вот, генераторы, им создаются благоприятные условия для того, чтобы они генерировали идею. Вот, запрещено критиковать вот чью-то идею. Единственное, ее можно развивать. Вот ты вызвел идею, а я, мне она понравилась, я ее развиваю, можно показать, как это можно сделать лучше. Значит, после того, как генераторы выдохлись, нагенерировали много-то с этих дней, и генерация уже замедлилась, приступает к работе вторая команда, команда экспертов. И та команда выбирает, уже выбирает, наиболее из полученных предложений, выбирает наиболее эффективно, по мнению экспертов. Вот самая последовательность действий мозгового штурма. Значит, если говорить об авторе, то он в свое время, когда создал этот мозговой штурм, создавал, так вот, за всем он служил на флоте США, и там решалась проблема на совещании высшей чины и низшей чины, решались вопросы по борьбе с японскими торпедами. Ну и как во время перекура, значит, низшие чины отдельно курят, трубку мира, большие чины отдельно. Ну и вот сырье он был в среднем низших чинов, офицерских, значит, ну кто-то произнес, заплевать мы хотели на эти трубки, на эти торпеды. Ну вот, эта идея фантастическая как бы. Потом, если зацепились за эту идею, что такое плевать на торпеды. Торпеды раньше ходили по поверхности в основном. А на судах мощные установки по жизнеобеспечению, жизнью, рвозоживучесть называется. Я сам корабел бывший, а фантастический. Значит, есть мощные водоотливные насосы, значит, если увидеть торпеду и направить на нее мощную струю вот этого самого насоса, можно изменить курс. Можно изменить курс торпеды и отвезти ее от корабля. Вот, пожалуйста, один из вариантов. Я хочу, чтобы мы сделали изобретение мозговым штурмом и вышли из этого тупикового состояния, которое сейчас обоило человечество, чтобы мы предложили, как сократить кризисы и войны, и потребность лекарств. Чтобы человек мог использовать свои внутренние ресурсы, использовать сам стресс, сам страх, как в Айкидо, перекидывать на решение ранее нерешаемых вопросов и создавать изобретение по ходу ситуации в условиях неопределенности. Вот я хочу обратить внимание на то, что суть мозгового штурма – создать благоприятные условия. У тебя под мозговым штурмом понимается, ты называешь слово мозговым штурмом, но понимаешь, что это очень другое. То есть у нас есть инструментарий, есть вооруженные, мы вооружены определенным инструментарием. И идет технология, отработка технологии по применению вот этого инструмента. Не инструмента по генерации идей, психологические условия создавать, а именно инструмент, который позволит, берем вот этот инструмент, тоже самый ключ, вот такой прием, получаем вот такой результат. Берем такой, получаем результат. Теперь смотрим, где вот эти инструменты, на каком уровне можно применять эти инструменты и как их можно развивать. Миша, скажи, пожалуйста, если мы соберемся, именно вы мастератрис, и я мультидисциплинарник, который занимаюсь и психологией, и медициной, я врач и психолог, и художник, и писатель, а все открытия создаются на основе стика разных дисциплин. Поэтому мне удалось создать метод ключа и открыть школу человек будущего, хомофутурс, там, где человек со скоростью инстинктивных реакций выживания может трансформироваться и использовать эту скорость для создания изобретения, созидания. То есть по существу речь идет о том, чтобы донести до всех людей на планете наш метод ключа, который позволяет это делать, которого раньше в мире не было, и наши мозговые штурмы, чтобы люди подключались и подключались, участвовали в них. И этот генератор, о котором я говорю, будет обеспечивать им утверждение человечности и сохранение вечных ценностей человеческих. Это любовь, сопереживание, созидание, это счастье быть собой, а в коллективе это когда каждый является собой и в то же время вместе. То есть это вечные ценности общечеловеческие, чтобы сохранились, а не разрушились. Ты согласен со мной, что мы... Я согласен, только я, извиняюсь, я зацепляюсь опять за этот стурм, который шторм. Я согласен с этим, только чтобы был не стурм и не шторм, а было последовательность богатейшего инструмента, который у тебя есть, и не только у тебя, у Тризаса, у каждого есть свой инструмент, любимый, по которому он работает. То есть воружившись с определенным инструментарием, будем проводить генерацию идей и выходить на определенные решения на разных уровнях. Давай. Чтобы не штормило, чтобы у нас все было нормально. Но для этого нужно разговаривать на одном языке. Правильно. Поэтому у меня картина. Вот деловой человек, видишь, вот с этой стороны. А там человек в медитации. Вот с этой стороны. Метод «Ключ» предполагает возможность и дает инструментарию для того, чтобы человек из состояния поиска решений, даже бизнесмен, даже журналист, даже олимпийский чемпион, даже подросток перед экзаменом, выходил мгновенно на состояние медитативное, вот там, на состояние нирваны. И в этом состоянии освобожденный от страха комплексов и шаблонов мышления и авторитетов, как говорил от Шулер, что, чтобы изобретать что-то, надо, чтобы не было страха комплексов, авторитетов. Ну да, убрать психологическую инерцию, убрать психологическую инерцию. А, это называется убрать психологическую инерцию. Точно, точно, точно. Вот. Мы все говорим об одном и том же, но на разных языках. И поэтому люди тоже разделяются. Вот это как раз таки... Потому что каждый работает на уровне своего профессионального кретинизма. Ну да, правильно. Ты правильно говоришь. Я говорю на уровне своей профессиональной деятельности или в аспекте. А жизнь, она многогранная. Да, да, да. И вот когда человек выходит на нирвану с помощью медитации, там он как бы видит все целиком и в едином времени вместе, и там пустота в голове, потому что там нету страха, и нет этих шаблонов мышления, нет авторитетов, это состояние отсутствия. Ну как бы там нет эго. И если человек в этом состоянии замыслит решение какой-то задачи, у него включается свободный поток ассоциаций в русле заданной темы. То есть направление, придать направление вот этому состоянию, придать определенное направление. Это называется поток. Поток, да, называется поток. Она как пустота и поток. Решение ранее не решаем. Да, да, да. И вот в этот поток нужно складывать уже определенный поток, как по лестнице, по ступенечкам. По лестнице вверх, да, но по определенным ступенечкам. Вот у тебя в твоей методике указаны ступенечки для проходения. Разные уровни были. Ну да, там сначала снять зажимы. Сначала выйти в состояние. Потом в этом нулевом состоянии помечтать о желаемых переменах. Вот пошел поток от мечтания, пошел поток. Да, и там включается свободный поток ассоции, помогающий этому. Вот происходит та самая встреча с чудом. Я просто смотрю, как кайфует в хорошем смысле этого слова твои слушатели. Я тоже в какой-то степени. Правда, я еще только учусь. Я хотел еще несколько слов поговорить по поводу встречи с чудом. Давай. То, что ты даешь, мне очень интересно, так как я занимаюсь детьми. Значит, для них вот этот ключ тоже встреча с чудом. Вот на разных уровнях посмотреть. Вот одно, я приведу просто пример. Когда дети после перемены, после того, как они там на голове ходили, начинается урок. Вот надо вот это состояние, их перевозбуждение, нужно убрать. Да, поэтому там надо хлест делать. Вот этот инструмент, понимаешь, достаточно несколько минут, чтобы вот это энергетическое возбуждение вывести на ноль. Делать, делать именно структуру. Да, дальше каждый делает свое любимое. Какой уровень напряжения вывести на ноль. Какой уровень напряжения вывести на ноль. Прошло несколько минут. А теперь пошел урок. И вот дальше они уже подготовлены. Вот это напряг у них ушел. И вот это начальное. Это 2-3 минуты от урока. Это не отнимет много времени, но даст необходимый поток, создаст необходимый благоприятный поток, чтобы все включились на него. Ну вот я предлагаю всем, кто не в курсе дела, посмотреть на нашем бесплатном ликбезе, недавно, который мы проводили. Там на главной странице Ютуба, внизу прелесты, бесплатный ликбез. Там по 2-3 часа эти ликбезы, но вот такие интересные и полезные. Там со школы подростков луч. Посмотрите, пожалуйста, как дети прямо на глазах, снимая зажимы, прямо на глазах, в зуме, выходя, у них прямо лица видялись, у них появлялась уверенность, голова лучше начинала. Они прямо там видят и рассказывают об этом. Ты прав. Ты прав. Теперь я хотел по поводу встречи с чудом. Это у каждого, так сказать, известного деятеля, неизвестного тоже, у каждого из нас, у каждого человека, на определенном уровне, на определенном возрасте возникает вот та самая встреча с чудом. И вот в этом состоянии, так сказать, вот ты направляешь встреча с чудом, блаженство, которое ощутил в детстве и считаешься за это и начинаешь развивать. Я хотел сказать о нескольких встречах с чудом своих, личных. Давай. Вот когда меня увезли на самый большой курицкий остров Петруру, отец был командиром части, мама работала в библиотеке, и периодически по непогоде меня оставляли дома, потому что мама была завтубом в воинской части. Старый японский дом, ты дома остаешься, шорохи идут, то есть страх. Страх от шороха, где-то что-то шебуршится и так далее. Я ставил на подоконник, ставил табуретку к подоконнику, смотрел панораму, горячих огоньков на улице, и орал, я пел. Потому что когда поешь, шорох не слышно. Потом я уходил в сопки и пел там, там великолепное эхо. Вот это одна встреча с чудом, то есть избавился от страха. Другая встреча с чудом, когда начинался тайкун, то по тревоге подымали солдатиков, они крепили крыши. Если плохо закрепили крышу, то крыша улетит. Просто на подоконник. Ну родители, то есть я оставался дома, родители выходили во двор, крепили там весь карп домашний, который есть. Меня оставляли дома, а полы были в брусчатке, досчатые, щели были небольшие. А ветер был такой, что на полу лежал коврик, этот коврик приподымался от ветра, поддувало так, чтобы приподымался от пола. Я прыгал на этот ковер и ощущал ковер самолета, то есть полет, вот этот восторг, восторг, блаженство вот этого полета, вот это оно осталось у меня уже на уровне подсознания. Когда выходишь на улицу и там погода, что хозяин собаку не выпустит, у меня такой внутренний подъем идет. Понимаешь, что смотришь, идиотки восторг. Эти летают, говорят, растут в детстве. Вот, 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 это пошло, вот, кстати, оттуда. Теперь, если брать, так сказать, с ребятами, то получается так. Когда с ними работаешь, вот составил программу урока, допустим, да, определенное последовательное движение. Идет, 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 потом кто-то из детей выдает первого, выдает такой период, да, пошел этот весь план урока в сторону, цепляешься за это, цепляешься за это. Ну, давай, вот, я сейчас приведу пример еще, встречи чудом. Когда вспугнешь птенца везде, который на крыло не вставал, он со страху начинает пахать крылья. Вот смотришь, у тебя на глазах все это трепестит, все это трясется, потихонечку набирает высоту. Ну, давай, ну, давай, просто в детстве наблюдал за этим, любовался вот этим процессом. То же самое происходит с ребенком. У ребенка, значит, я, для него я могу, я, я, я умею, я могу. У меня получается, вот, когда он первый выдал какой-то, ну, давай, ну, пошел. Ну, бросаешь все остальное, хватаешься за его ответ, ну, пошел, ну, давай, ну, давай, давай, набирает. Он ощущает, ощущение полета, высоты своего достижения, сколько он может сам подняться относительно себя. Ну, потому что ты поддерживаешь его, потому что ты его ставишь за достижения, а не ругаешь только за... Да, 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 точно, урок у меня, урок у меня сорвался, вот план урока сорвался, но зато я нашел птенца, который полетел. Отлично. Я тебе очень благодарен. Я хочу, чтобы мы договорились о следующей встрече, потому что мы ждем еще Виссариона, мастера Трис, чтобы мы втроем поговорили. И Калошин потом, через некоторое время, когда освободится от своего мощнейшего проекта, тоже к нам подсоединится. Скажи, пожалуйста, когда ты готов написать Виссариону, я ему тоже напишу, чтобы мы еще втроем поговорили. Когда ты готов? Ну, напишешь, я готов в любое время ветер. Хорошо. Я тебе очень благодарен, потому что ты очень хорошо сказал о том, что для детей это важно, в первую очередь, для следующего поколения, чтобы они меньше, меньше набивали тех ошибок и тех шишек, которые я, например, набил в своем возрасте. Пока я шел к тому, что я создавал этот ключ, столько я сделал глупостей, чтобы они меньше делали глупостей, чтобы когда падали, могли быстрее взлететь, а не застревать, не зависать в этом диком страхе, напряжении. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе также. Обнимаю тебя. За встречу с чудом. За встречу с чудом, да. Может, так и назовем нашу сегодняшнюю встречу, о встрече с чудом, шустром, мастер-трис. Спасибо тебе. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Я так рад, что мы друзья. До встречи. Всего доброго. Ай, 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 откуда ты?